Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о содержании креветок в аквариуме. Первое, чего хочу начать, это с грунта. Какой же грунт нужен креветочнике? Грунт креветочники не должен влиять на показатели воды. Лучшая фракция грунта 2,5 мм. Мне встречались убеждения, что на фоне темного грунта креветки выглядят более ярко. Не могу с этим поспорить, так как сравнить не было возможности. Грунт можно купить в зеомагазине или же набрать самостоятельно. Если вы решили набрать грунт самостоятельно, то нужно хорошо выбрать место сбора. Городской черте этого делать ни в коем случае нельзя. Лучше выбрать озеро или реку в экологически чистом районе. Укладывать грунт нужно толщиной слоя не менее 3 см. Но прежде чем набранный грунт вложить в аквариум, его нужно приготовить. Сначала грунт промывают, удаляя из него мусор, после чего грунт варят в течение часа. После того, как грунт остынет, его можно укладывать в аквариум. Следующий наиболее важный вопрос – какую воду лучше всего использовать в креветочнике? Самый оптимальный вариант – использовать воду из-под фильтра обратного осмоса и обогащать ее специальными солями жесткости для креветок. Почему же лучше использовать обратный осмос, а не воду из-под водопровода? Сами по себе аквариумные креветки очень нежные и им необходимы определенные показатели воды. Кроме этого, показатели воды должны быть стабильными. Вода из водопровода не может быть постоянно стабильными показателями по разным причинам. Кроме того, в нее могут добавлять хлор, который приведет к полной гибели ваших креветок. Также немаловажный вопрос – это подмена воды в креветочнике. Воду нужно подменивать раз в неделю от 20 до 30% от общего объема аквариума. Это необходимо делать потому, как в процессе жизнедеятельности креветок, остатках корма или разложения отмерзших листьев растений, в аквариуме будут накапливаться нитраты. Благодаря подменам воды уровень нитратов держится на приемлемом уровне. Также важно поддерживать нужную температуру воды в креветочнике. Оптимальная температура для большинства видов креветок составляет 21-26 градусов по Цельсию. Для креветок кардинал 26-30 градусов Цельсия. И помните, что чем выше температура воды в аквариуме, тем меньше в ней кислорода. При температуре воды в аквариуме выше 24 градусов Цельсия, необходима дополнительная аэрерация. Следующий вопрос – сколько нужно давать корма креветкам? Чтобы креветок не перекормить, их нужно кормить так, чтобы они могли съедать корм в течение часа без остатка. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Если у вас есть что добавить, пишите в комментариях. До новых встреч в новых видео!